здравствуйте друзья сегодня понедельник у нас вы денек выдался замечательный денек выдался просто мы с лен степан и поехали в лес в лес посмотреть и грибы грибки грибки но короче грибов мы не нашли она вылезла у меня пошла здесь поближе с деревни посмотреть еще нет грибы какие вроде дожди снега идут но учета ну ладно ролик мой не а в этом ролик мой будет вот о чем сейчас я вам покажу о чем будет мой ролик ролик будет обслуживание топливной системы трактора короче вот фильтр обычный обычный фильтр тонкой очистки для трактора т25 дед в городе на базах сельхоз базах я не знаю как в каких там как в каком именно магазине но он брал вниз что 5 или 6 вот последний остался раз короче периодически приходится менять фильтр тонкой очистки короче посмотрели сейчас поехали грибы посмотрели но нету возвращаясь назад трактор затроил затроил но чувствую что-то не так заглох заглох ну чё обычная процедура открутил фильтр грубой очистки вот здесь вот это стаканчик стоит посмотрел ну солярка есть солярки в баке больше половины кто-то напишет скажет солярки нету ну и чё значит одна причина значит это забился фильтр грубый фильтр тонкой очистки ну открутил фильтр фильтр меняли тонкой очистки мы в августе месяце все наметали и трактор стал работать с перебоями ну понятно чего это уже как говорится понятная причина почему так с перебоями короче поменяли фильтр ну да точно был он не качество не очень сейчас снимаю вот так вот как снимается фильтр тонкой очистки здесь вот такая гаечка на 14 ключом откручивается вот и вынимается вот вот фильтр тонкой очистки который мы меняли в августе месяце вот принципе вид у него вроде нормальный ничего серьезного нет тут солярка вот сейчас солярку перелью до конца от первого от первого от первого я его фильтр честно сказать уже там в лесу откручивал смотрел лечится это все заменой другого фильтра но ставим новый фильтр вот так ставим фильтр так ну-ка ставим закручиваем это все дело ничего тут такого страшного серьезного нету сейчас когда закрутим почему я не стал наливать солярки просто возьму его и прокачаю когда я прокачаю заведу трактор и самое главное при установке фильтра чтобы стакан попал резинку правильно плотно так как как говорится стал правильно чтобы резинка подтянулась хорошо нормально и подтянуть чтоб не было подсоса воздуха когда есть подсос воздуха системе ну я думаю все знают тогда насос и двигатель в целом работает с перебой не как много мы ездим до сколько мы ездим так сейчас прокачиваю конечно если вы солярки налил то можно было бы не прокачивать она бы как говорит сама прокачалась ну вот еще надо будет ехать и покупать еще штуки 3-4 комплекта фильтров новых уже чувствуется слышу как стала переливаться солярка избыток так называемый так закручиваю помпу каждый раз в неделю хотя надо каждый день каждый день я не езжу на трактор но периодически спускаю отстой с бака вот так ребятки сейчас будет нормально без каких-либо вот так трактор уже укрыт на зиму укрыт на зиму естественно это я в прошлом видео кажется показывал жестянка чтобы сохранять тепловой баланс двигателя жестянка чтобы тут вот от коллектора все это дело более не загорелось и было сейчас я еще нет ничего такого серьезного вот то ли солярка вроде чистая нормально то ли фильтр там очень сильная плотность плотность бумаги что она то ли или правда солярка ли такая говеная хотя переливая фильтрую ну хотя с другой стороны все равно в канистрах там скапливается какая-то миллиметр грязи миллиграммы в баке где-то здесь вот есть все равно это факт ну факту что имеем то и вот периодически периодически возникает такие вот вопросы сейчас когда поставлю прокачусь по деревне вокруг ну а то заведешь едешь и чувствуется как то что что-то не хватает ему когда вот он подтраивает чуть-чуть ну чувствуется тух-тух-тух-тух он как-то как тут 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 ну вот вот так ребятки вот такие факты что имеем то имеем как интересно как часто вы меняете фильтра в тракторах у своей техники у трактора там какого-то там автомобиля у мотоблока еще там у чего-то я думаю что меня тоже смотрят люди у которых есть какая-то техника вот интересно узнать ваше мнение о данном таких о данных моих вот наблюдениях ну вот как то так половик старый советский половик вот здесь вот просто прикручено вот это от этого от профлиста профнастилы жестянка так все закрываем 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 ну вот ребята вот такой вот видос видос блин слова-то какие я уже начал подбирать ключи пока с собой возьмем эти вот оба баночку солярку перельем сейчас ну а фильтр куда его вот главное смотрите вот тут вот с одной стороны нормальным вот эта резинка вот а тут вот ее уже покорежило вот хотя там же это стоит резинка это шайба видать в шайбу ну вот такой фильтр вот в августе меняли что тут полтора месяца каких-то ну два ну даже даже не два полтора-полтора в конце августа меняли вот в августе в августе в августе вот и Сейчас поеду на тракторе Прокачусь по деревне и посмотрим, узнаю так называемые испытания Прокатился туда-сюда, ну примерно с километра проехал вокруг деревни Нормально все работает, то есть еще раз убеждаюсь Качество то ли солярки плохое, то ли фильтр сильно хорошо фильтрует Надо сейчас вот, последний кстати фильтр забрал у деда Сейчас деду позвоню, скажу давай Давай покупай еще фильтры Так, сейчас набор идет Ну вот, ну что сказать про это Мало ли что сейчас вот, алло, ну все я проехал, слушай вообще замечательно, хорошо работает Никаких Да, короче, приними заказ, съезди, купи еще штуки 3 или 4 Ага Ну да, да, да Ну да Ну да Ну ладно Давай счастливо Просто еще куплю и надо возить его Ну, 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 с собой, да, да, да Где так, что, раз Ну я говорю, поставил сейчас Без проблем, без вопросов Ну ладно, все, пока, счастливо Короче, вот так, друзья мои Вот такие происходят иногда у нас моменты С техникой Интересно узнать ваше мнение Как вы часто меняете фильтры на тракторах На своих, ну на тракторах, на, еще раз повторюсь, на машинах На технике То ли вот, и хочется узнать ваше мнение То ли это качество солярки такой хреновское То ли, то ли фильтры такие, то ли что Вот, заменил, сейчас нормально Все, вот видели, сами заводится Все хорошо Ладно, не будем тянуть кота резину Кота за хвост резину тянуть Потом как-нибудь расскажу в следующем видео Готовлю ролик Там меня человек-подписчик попросил рассказать Ну, про трактора Т-25 и Т-16 Чем они отличаются там Ну, и, короче, вот сделать такой мини-обзор Ну, ладно, все Жду от вас комментариев И, конечно же, подпишитесь на канал Если вам интересно